Добрый день! Это прямая трансляция на канале Универ ТВ. Уникальный формат. Параллельно идет трансляция в двух каналах Твич на YouTube, канале Казанского Федерального Университета и в сети ВКонтакте. Кроме этого, создан специальный чат в WhatsApp для представителей средств массовой информации. Через все эти каналы и средства массовой информации, и все, кто нас сейчас смотрит в онлайн-режиме, могут задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю, гостю нашего сегодняшнего стриминга, которого с удовольствием представляют. Это проректор Казанского Федерального Университета по образовательной деятельности Дмитрий Альбертович Таюрский. Добрый день! Добрый день! Дмитрий Альбертович, вот такая удивительная штука получилась об образовании главной миссии университета. Тут можно в разных плоскостях говорить, обсуждать, дискутировать. Ну так получилось, что обстоятельства жизни, да, казалось бы, совершенно регламентная работа университета. Университет все время находится в состоянии каких-то экзаменов, зачетов, зимняя сессия, летняя сессия, доп. сессия, комиссия для тех, кто не очень хорошо учится, магистранты, аспиранты. То есть это поминутно расписанные регламенты и режимы вдруг оказались в центре внимания очень большой аудитории. Причем как учащийся студентов, так и профессорско-преподавательского состава. И мы сегодня хотим вас просить, помочь нам разобраться с массой вопросов, которые в связи с этим возникло. Ну и понятно почему. Потому что великое слово «дистант». Если можно, начнем. У нас есть первые вопросы. Пока наши зрители в онлайн-каналах собираются мыслями и готовят свои вопросы актуальные. Есть вопросы, которые уже чуть раньше стали поступать, в том числе от средств массовой информации. Если позвольте, я с одного из них начну. От электронной газеты «Бизнес онлайн», которая всегда достаточно внимательно следит за деятельностью Казанского федерального университета. Но вопрос достаточно общий. И было бы, наверное, хорошо, если бы мы с него начали разговор. Процитирую. Накануне Путин проводил совещание по проблемам системы образования. Это вчера. Там дали оценку дистанту, мол, справились хорошо. Вы согласны с этим? Настолько ли хорошо зарекомендовало себя дистанционное образование? По вашей оценке, есть ли будущее у такой формы образования? Ну, то есть, согласны ли вы с Путином? В общем, с президентом мы согласны, я думаю. Но вот есть ли нюансы? И есть ли будущее? Да, конечно, нюансов достаточно много. И наш опыт работы в режиме дистанционного образования, который мы начали фактически с 19 марта, а это означает, что буквально на этих днях мы работаем в таком режиме два месяца, подтвердили, что есть масса вопросов, но в то же время мы получили четкий ответ, что все эти вопросы решаемы. Да, есть определенные плюсы при преподавании ряда дисциплин с помощью дистанционных технологий. Плюсы? Есть плюсы. Вот какие есть ли? Плюсы есть, например, такие, что в интерактивном режиме, если используется хорошее программное обеспечение, например, то студенты могут участвовать в проектной деятельности с использованием единого пакета прикладных программ, которые запускаются на рабочем столе преподавателя, и студенты могут одновременно, например, участвовать. Второй плюс, несомненный для нас, это то, что сегодня, поскольку мы используем для дистанционного образования платформу Microsoft Teams, то все данные занятий, все занятия у нас зафиксированы, они хранятся на российском сервере компании Microsoft, и мы можем всегда пересмотреть эти занятия, преподаватели могут посмотреть, провести определенную методическую работу, что было не так, студенты могут также пересмотреть занятия, если они что-то не поняли, как дополнительные средства для образования. Конечно, проблем достаточно много, это неготовность, неполная готовность, скажем так, преподавателей, ряда преподавателей и неполная готовность ряда студентов. При этом я хочу отметить, что обычно считается, что у нас люди, скажем так, возраста 65 плюс 70 плюс, они вообще никак с информационными технологиями не дружат, а вот все, кто моложе, да, ничего подобного наш опыт показал, что есть профессора в Казанском университете далеко за 70, которые очень активно включились и приветствовали даже такую форму работы со студентами, и в то же время есть ряд молодых преподавателей, которые в корне это не приняли. Конечно же, я полностью согласен со словами президента Российской Федерации о том, что отмена контактного образования никакой быть не может, дистанционное образование может быть только дополнением к основному образованию, но в то же время эти технологии позволяют привнести массу нового в сам образовательный процесс, и эти преимущества надо использовать. То есть какие-то элементы дистанционного образования будут использованы уже в новом учебном году? Или оно уйдет в небытие? Нет, конечно, не будут использованы. Это так же, как онлайн-образование, которое было до эпидемиологической ситуации. Многие платформы, Курсера, платформы открытой образования в Российской Федерации предлагают массу онлайн-курсов, там есть свои недостатки, но тем не менее для студентов это есть подспорье в изучении предмета. Ну давайте вот приведем такой пример, который мне всегда очень нравится. Когда студенты учились в 13-14 веке, когда не было такого книгопечатания, а университеты уже были, как мы знаем, основным средством получения знаний у студентов это были лекции их профессоров, когда они присутствовали на занятиях, получали знания. Потом появилась книгопечатания, и, например, буквально лет 20-30 назад, когда интернет еще не был так хорошо развит, все студенты фактически сидели в библиотеках, читали учебники, конспектировали учебники для того, чтобы получить определенное количество информации, необходимой им для освоения предметы. Сегодня эту информацию можно получить не из книг, а можно получить из интернета. — Спасибо. Давайте попробуем так последовательность разговора дальше выстроить, учитывая, что экзамены, будем называть так более проще, делятся как бы на две составляющие. Есть экзамены выпускников, тех, кто покидает университет, закончив программу бакалавриата или магистратуры. А есть промежуточные, давайте начнем все-таки с итоговых, с государственных. Вокруг них разгорелась основная такая информационная баталия в последнее время. Вообще я наблюдал за всевозможными петициями, которые появлялись, отменить это. Сейчас вот студенты высшей школы экономики против прокторинга выступают. Иногда вообще есть ощущение, что дали бы волю, попросили бы подарить диплом. Но такой воли не дают, и стали появляться разного рода решения. ВУЗы по мере приближения собственных экзаменов, экзаменационной сессии, стали заявлять о том, что государственные экзамены будут отменены. По этому поводу и предварительно вопросов было уже много, и вот сейчас я вижу, начали уже через YouTube поступать канал. Судьба государственных итоговых экзаменов, итоговой аттестации в Казанском федеральном университете какая? Вы уже об этом говорили несколько раз в средствах массовой информации? Давайте еще раз воспользуемся возможностью в прямом эфире это сказать. Спасибо за вопросы. Я, наверное, начну с ликбеза. Да. Поскольку нас слушают разные категории слушателей, или видят разные категории слушателей, что такое государственная итоговая аттестация? Всегда государственная итоговая аттестация включает в себя два пункта. Первый – это государственный экзамен. И второе – это защита выпускной квалификационной работы. При этом надо отметить, что защита выпускной квалификационной работы является обязательной в проведении государственной итоговой аттестации, а вот госэкзамен не является обязательным и устанавливается в ряде случаев только по желанию, по рабочему плану того или иного университета. Есть ряд направлений подготовки, где обязательность госэкзамена прописана в федеральном образовательном стандарте. Это такие направления подготовки, а по памяти говорю, как юриспруденция, лечебное дело, международные отношения, регионоведение, может быть, что-то еще там, стоматология, формация. В остальных прописаны, могут устанавливаться университетом государственные экзамены. То есть, обязательности требований нет, но есть требования обязательности государственного итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы. Вот это надо иметь всегда в виду. Это означает следующее, что у нас идет образование в Казанском университете примерно порядка 400 образовательных программ. Причем, я должен сказать, что в связи с ситуацией, которая сложилась еще до коронавируса, это образование ведется по совершенно разным стандартам государственным. То есть, есть стандарты даже второго поколения, третьего поколения, 3-2+, в разных стандартах требования разные, поэтому мы работаем одновременно как бы в нескольких системах отсчета. И здесь очень четко надо понимать, что даже бывает, что из года в год стандарт поменялся, в какой-то год экзамены государственной итоговой аттестации были обязательны, в какой-то год нет, стандарты какого-то года. Так вот, значит, по данным на сегодняшний день, у нас по 129 образовательным программам не было запланировано никаких государственных экзаменов. Изначально не было запланировано. То есть, они и не беспокоились. Они не беспокоились, да. То есть, это далеко не весь университет вообще беспокоился. Нет, конечно. По ряду программ, которые, примерно столько же программ, имело прописанный итоговый государственный экзамен в рамках итоговой аттестации. Но это было установлено решением университета. Далее. Что мы видим? В апреле месяце мы видим, что ситуация эпидемиологическая достаточно серьезная. И мы, университет, вообще говоря, один из первых откликался на все требования, которые возникали в этой связи. Об этом, кстати, очень хорошо говорил ректор Казанского университета, Лешат Равкадович Гафуров, 30 апреля, во время прямого эфира также. И, кстати, об отмене госэкзамена в порядке направлений было тоже объявлено тогда же. Я не понимаю немножечко, почему сегодня такой интерес ажиотажный. То ли могут пересмотреть YouTube и посмотреть снова. Это же еще и студенческая черта. Тем ближе к экзаменам, тем больше узнаешь нового про этот экзамен. Вот я хотел сказать, что Казанский университет первым в Республике Татарстан отменил плату за общежитие за апрель месяц. В связи с тяжелой ситуацией. Фактически университет Российской Федерации, который оказывает помощь студентам, предоставляя им продуктовый набор. И мы тогда же задумались о том, задолго до петиции студентов, которые начали собирать, о том, что как нам проводить вот эти все экзамены в режиме онлайн. Потому что мы понимали, что ситуация будет непростой. И вряд ли в июне месяце мы сможем в полной мере осуществить все свои намерения в контактном виде, то есть в контактном обучении. И нам надо было продумать, как мы будем это проходить. И итоговую аттестацию, и промежуточную аттестацию. Кстати, именно там в конце апреля появилось разъяснение Минобранауки о том, что проведение государственной итоговой аттестации в режиме онлайн не противоречит никаким законам, и была дана соответствующая правовая оценка этому. Поэтому наше решение было такое. Да, там, где государственный экзамен не является обязательной составляющей частью итоговой аттестации, мы его отменим. Там, где мы его не можем отменить, поскольку просто-напросто диплом будет невалидным, не действительно диплом будет без этого экзамена, мы его оставили. Мы оставили юриспруденцию, лечебное дело, ну, те, которые я перечислил. Вот, кстати, тут вопросы вот в Твич идут. Просят вот прямо перечислить все те направления подготовки, по которым будет все-таки государственный итоговый экзамен, аттестация. Экзамен, да? Может быть, это опубликовать на портале университета, чтобы уже успокоились и видели прямо написанные буквы, что моя специальность вот подпадает. Хорошо, значит, я сейчас их повторю, а потом опубликую. Их не так много. Сейчас повторят, слушайте внимательно. Это лечебное дело, стоматология, формация, юриспруденция, зарубежное регионное ведение, регионное ведение России, международное отношение, и снова зарубежное регионное ведение. Ну, там имеется в виду магистратура и бакалавриат. Вот, очень просто. Юриспруденция, три специальности, связанные с медицинским направлением, лечебное дело, формация, стоматология, международное отношение, регионное ведение. Я думаю, ответ абсолютно исчерпывающий, полный. Вы знаете, какой подвопрос возник? Он пока не звучит в соцсетях, но вот у меня. А не станет ли вот этот факт отмены госэкзамена там, где стандарты это не предусматривается в качестве обязательного, поводом, прецедентом, чтобы и на следующий год их не проводить? Вот нынешний третий курс сейчас вот смотрит и думает, а чего нам тогда на госэкзамены напрягаться? Может, он нам отменят? А может, вообще уберут тогда, если сами решили? Ну, вы знаете, мы все часто слышим эти слова, я полностью с ними согласен, что мир после ковида будет не таким. Вот, поэтому судьбу госэкзаменов, те, которые не являются обязательными, мы будем решать. Я не уверен, что он сохранится как элемент государственной итоговой аттестации во всех программах, где он был раньше, сейчас, но вполне допускаю, что в ряде программ он будет действительно отменен. Я еще раз хочу обратить внимание, что государственный экзамен, он является формой, одной из форм государственной итоговой аттестации, где проверяются компетенции студентов. И здесь такие же компетенции студентов проверяются в результате или в процессе защиты выпускной квалификационной работы. И что такое государственный экзамен? Он обычно проводится по какому-либо дисциплине, либо, может быть, междисциплинарный экзамен. Ну, вот, например, будущие учителя могут сдавать, я, например, говорю, госэкзамен по педагогике. Ну, да. А, например, обучающиеся, ну, вот, есть такая специальность медицинская кибернетика, например, они могут сдавать госэкзамен, который включает в себя вопросы медицинской части, биологической части, информационных технологий. То есть такой вот междисциплинарный экзамен. Вот, здесь проверяются только компетенции студентов. И, кстати, эти же компетенции можно проверять и во время защиты выпускной квалификационной работы, если государственная экзаменационная комиссия будет спрашивать соответствующие вопросы. Ну, это просто немножко затянет саму процедуру защиты. Более того, я должен сказать, что всегда для проведения государственной итоговой аттестации формируется государственная экзаменационная комиссия. Есть правила формирования. Председатель государственной экзаменационной комиссии по каждому направлению подготовки назначается приказом по Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. А состав комиссии на основании этого приказа утверждается ректором. Эта комиссия одна и та же для работы на госэкзамене и для работы по защите выпускных квалификационных работ. То есть они тех же самых ребят оценивают в два раза. Если есть такая возможность. Спасибо. Но вот то, что сейчас происходит с государственным экзаменом, вызывает массу вопросов не только у студентов. Вот им-то как раз, мне кажется, легче, потому что ответы очень однозначные, исчерпывающие. А, многие еще с облегчением вздохнули. О, госа не будет. Но вот возникают вопросы у преподавателей в большом количестве. Они поступают вот здесь в чат, я вижу. Сейчас поймал несколько вопросов. Есть, позвольте, озвучу. Глебова, преподаватель, задает вопрос. Что делать с теми компетенциями, которые были закреплены за госэкзаменом и сейчас не перекрываются просто написанием и защитой ВКР? Я отвечу на этот вопрос, как раз почему мы это все обсуждали в течение долгого времени, с тем, чтобы свести вот эти учебные планы, где идет рабочий программный дисциплин, компетенции где идут, чтобы можно было внести изменения так, чтобы эти компетенции проверялись во время защиты в основной квалификационной работы. Соответствующие указания, председателям экзаменационных комиссии и членам, они, конечно, будут даны всем, чтобы проверить эти компетенции. Но это не затруднит, не сильно затруднит работу преподавателями, придется, наверное, значительное число документов. Никаких документов, эти компетенции проверяются просто рядом дополнительных вопросов по выпускной квалификационной работе и все. А вот все, что связано с, назовем так грубо, документооборотом, это сильно скажется на нагрузки дополнительные? Нет, преподаватель это никак не скажется. Не скажется, потому что они волнуются, их тоже как-то как-то успокоить. Ну и логично, что продолжение идет, вот Адельфа Хрудинова вопрос, защита ВКР будет проходить тоже дистанционно? Ну, во-первых, давайте так, по дистанционному формату работы, это касается и защиты ВКР, и тех госэкзаменов, которые остались, и той же самой сессии, которая сейчас у нас идет. Да. Значит, я думаю, что все преподаватели знакомы с приказами Министерства науки высшего образования, согласно которым доступ студентов в здание запрещен с 12 мая до особого распоряжения. Мы все в голове держим дату 31 мая, но пока что доступ студентам в здание запрещен. А сейчас у нас уже начались и защиты выпускных квалификационных работ, и начались сдачи экзаменов. Все проходит в дистанционном режиме с использованием платформы Microsoft Teams, о которой я говорил. Мы очень надеемся на то, что после 31 мая нам ситуация педагогическая позволит, и мы сможем проводить всю итоговую аттестацию, я имею в виду защиты ВКР, и те госэкзамены, которые остались, в так называемом, я его называю, это непринятый термин, смешанном режиме. Что означает смешанный режим? Это означает то, что в аудитории в университете располагается, естественно, компьютер, на котором запущена программа Microsoft Teams, секретарь экзаменационной комиссии, один преподаватель, председатель комиссии кто-то. И остальные преподаватели, члены комиссии, они находятся либо в соседних аудиториях, на рабочих местах, либо у себя дома, это уже как позволит ситуация психологическая. Студент имеет полное право прийти в назначенное ему время и в этой аудитории представить свою выпускную квалификационную работу, либо студент может это сделать дистанционно, выходя на связь из общежития, из дома, из места проживания. Ведь дело в том, мы же отлично понимаем, что ряд студентов у нас иногородних, а в Казанском университете более 50% иногородных студентов, из которых достаточно большая часть студентов не из республики Татарстан и из других стран, они же уехали домой, они просто физически не могут даже приехать сейчас. А им ведь саму работу физически надо представить комиссии? Что значит физически представить работу? Чтобы работа лежала перед комиссией? Пожалуйста, это есть PDF-файл, который можно распечатать всегда, никаких проблем нет. То есть все допускается, что он перешлет PDF-фай? Ну, студенты всегда так делают. Во всяком случае, с научным руководителем они общаются посредством электронной почты, присылают на выверку или на вычетку, как угодно можно назвать, текст в выпускной квалификационной работы. И тот же самый текст студент за день до экзамена может прислать секретарю экзаменационной комиссии, она распечатается. Ну, а зачем ее распечатывать, если в средствах Microsoft Teams есть возможность загрузить все эти файлы, и у каждого будет перед глазами, у студента, у членов комиссии, у рецензентов, текст перед глазами. Ну, вот это вот вам естественно кажется, ну, существенное замечание, чтобы какие-то лишние требования потом не спровоцировали обиды или там... Более того, вы знаете, вот эта ситуация, она очень даже нам выгодна, в том плане, что нам очень легко будет проводить апелляции. Ну, вы знаете, что всегда есть студенты, которые недовольны той оценкой, которую им дали. Мы уже два последних года, может, даже три года, скорее всего, практикуем, что наиболее массовые такие у нас апелляции идут. Мы в таких случаях все заседания Государственной экзаменационной комиссии записывали на видео с тем, чтобы потом можно было принять совершенно там квалифицированное решение по той или иной апелляции. Сейчас все фиксируется на файле программной среде Microsoft Teams. Этот файл можно легко пересмотреть и апелляции проводить очень легко. Давайте вот вернемся к тем, кто будет сдавать в обязательном порядке государственный экзамен. Очень интересный вопрос есть с этим. Я посмотрел в чат журналистов. Вот реального времени пришел. Сейчас я его найду. Тоже электронная газета. Реальное время. В школе во время дистанционного обучения резко улучшились оценки. Так как тексты ученики сдавали в обнимку с Гуглом и Алисой. Каким образом вы планируете убедиться, что студенты действительно обладают знаниями, а не просто владеют инструментами поиска в интернете? Это, кстати, касается не только государственного итогового экзамена, но и вообще процесса сдачи экзаменов дистанционно. Как убедиться, что это его знания, а не его? Вот, на мой взгляд, для опытного преподавателя не представляет никакого труда. Ну вот давайте будем, вернемся от дистанционного режима. Идем. В обыкновенные времена сдачи экзаменов. Есть процедура так называемого списывания. Когда студент списал работу, садитесь перед преподавателем. Сейчас наушники есть. Наушники, пожалуйста, это без разницы. Сейчас лучше. Все. Можно пытаться доказывать, что студент списал, можно задать несколько вопросов, которые сразу же выявят, списал студент или нет. Вот то, что выявилось повышением успеваемости, как сказали журналисты реального времени. Вот, видимо, сомневаются, что школьники действительно лучше стали учиться. Знаете, а мне кажется, что это вопрос тех тестовых заданий или тех заданий, которые мы задавали. Если им задавали задания, которые связаны просто с воспроизведением фактического материала, то да, действительно, например, если спрашивают, в каком году произошло то или иное событие, то, естественно, что здесь студенты могут воспользоваться и должны, мне кажется, пользоваться справедшей информацией. Ведь поток информации сейчас такой, что невозможно все упомнить. Конечно, основные даты надо знать, но есть вот даты или данные, которые можно найти. Другое дело, как правильно оперировать этими. Ну да. Как правильно соединить. Например, я работаю в институте физики, всегда на экзаменах я позволяю пользоваться всем, чем угодно, пожалуйста. Вы можете любыми учебниками, гуглом, чем угодно. Но когда вы садитесь, вы не должны дать полную картину явления, объяснить, и я могу задать несколько вопросов, которые выявят, действительно ли вы понимаете, или вы просто проявили мне тот набор фактов, который вам был доступен в книге, в лекциях или в интернете. То же самое, кстати, у ЕГЭ. Посмотрите, возьмите ЕГЭ, сколько много лет критиковали, там действительно были тестовые задания, ответы там были, варианты ответов, да, нет, или там выбрать нужный ответ. Это знание просто фактической информации. Но есть третья часть, так называемая, которая сейчас появляется по многим предметам, которая выявляет именно способности школьников к решению реальных проблем, то есть к манипулированию тем фактическим материалом, который у них есть. И если правильно составлены такие задания, то они позволят выявить действительно, знает, умеет или нет. Ведь вот это же та же самая проблема возникает у нас вообще с образованием, когда мы переходим от среднего образования к высшему образованию, и в высшем образовании тоже самая проблема возникает. Образование заменяется, такой есть, может быть, термин, не общепринятый, наслышанностью. Да, да. Вот если человек слышал сто раз по радио, по телевидению, в интернете видел, что есть такой объект черная дыра, то он будет уверен, что он знает, что такое черная дыра. И поэтому, когда, например, на курсах, я всегда привожу примеры из физики, когда приходят на лекциях, и он слышит, что ему что-то рассказывает про черную дыру, а, так я это же слышал. Слышал-то слышал, но не знает. Нужно правильно обладать знаниями, не только наслышанностью, а именно пониманием предмета. То же самое происходит сегодня и вот с теми вопросами, которые, кстати, задаются, с теми развитием ситуации в социальных сетях. Пользователи берут фразу в одном чате, берут фразу в другом, в третьем, их совершенно нелепым образом соединяет, их нельзя соединять, и получается совершенно иная информация, которая быть вообще не может. Но она потом раздувается. Поэтому для нас при проведении вот этих экзаменов важно именно выявить способность студентов, выпускников, оперировать, показать свои компетенции. А компетенции так и прописано. Это знать, уметь. А может тогда вообще билеты не сильно нужны? Билеты нужны для того, чтобы... В формате собеседования проводить? Ну, кстати, мы вступительные экзамены в магистратуру так и проводим в формате. Но для студентов пока что более привычный формат билетов, ответы... Ну, вы не давать время на подготовку, что он там зря будет на связи сидеть. Сегодня мы поговорим на тему билета, который вытащил. Нет, вы знаете, студент должен подготовиться всегда. Должен, да? Он должен сосредоточиться, должен вспомнить. Ну, как любой человек, если вам зададут... Вы прогуливаясь по улице, получаете вдруг серьезный вопрос по телефону, вы же всегда говорите, дайте мне время подумать. Ну, да. Ну, а чем студент хуже вас? Хорошо, убедили. Ну, и отсюда вот Жанна Винтина спрашивает, будет ли задействована система прокторинга на экзаменах? Это, видимо, продолжение частичное. Да, система прокторинга у нас будет задействована на вступительных экзаменах в Казанский университет. На итоговые аттестации мы не планируем систему прокторинга. То есть такой волны непонимания, как в некоторых вузах России, у нас не будет. Там, где вокруг прокторинга декларации пишут и так далее. Ну, естественно. Но для нас достаточно иметь видеозапись, если мы что-то хотим понять, оспорить, если студент хочет оспорить свою оценку. Ведь прокторинг делается для чего, опять же? С тем, чтобы избежать вот этого списывания, помощи. Но, к сожалению, у нас пока что, и, кстати, во всем мире, так что тестовые задания, они преобладают над творческими заданиями. Творческие задания не так просто придумать, чтобы выявить. Это большая работа преподавателя должна быть. Поскольку вопросы идут в разнобой, чтобы их не потерять все-таки по ходу, я буду их вам задавать. Хотя чуть-чуть логика, конечно, будет нашего с вами разговора плясать от этого. Ну, а то он и стриминг, чтобы быть немножко свободным в формальных вещах. Детишки, младшие курсы спрашивают, по всей видимости, какой-то странный ник, будут ли какие-то общие требования, видимо, особенные требования к проведению экзамена у младших курсов? Требования, кроме как в онлайн-режиме, нет никаких. Кстати, я должен сказать, что у нас в университете разлаботаны соответствующие регламенты проведения, ну, для того, чтобы понимать, что и как происходит. И эти регламенты размещены на сайте университета, в разделе «Департамент образования» там можно найти абсолютно все регламенты. А те регламенты, которые касаются непосредственного проведения вот этой вот сессии, которая в этом году у нас в таком режиме проходит, они будут вынесены буквально сегодня-завтра на титульную страницу сайта университета с тем, чтобы любой желающий мог ознакомиться с ними. И вообще говоря, вот у нас почему-то немножечко вот эта ситуация вызывает озабоченность, и немножко непонятно у меня эта озабоченность. Почему? Никто не спрашивает, как будет проходить экзамен в обыкновенном формате. Вот никогда нет вопросов, ну, мая месяц прошлого года возьмем, не возникал вопрос, как будет проходить итоговая аттестация. Ну, я и говорю, что тут все было расписано по часам, по минутам. Да как раз не все расписано. И если вы посмотрите, как было расписано, то совершенно понятно, как и будет проходить сейчас. Например, как проходила защита выпускных квалификационных работ год назад у нас? У нас студенты разбивались на группы по 12 человек, не более 12 человек в день. Каждому студенту говорили, устанавливались очереди. Примерно было известно, что на одного студента государственная экзаменационная комиссия по реальному времени тратит около получаса. Ну, это по-разному бывает. Так, в среднем. Там обычно 15-20 минут на доклад, там отзывы руководителя рецензентов, но с учетом пришел, вышел, встал, загрузил презентацию, получается 30 минут, 40 минут. Поэтому студенты, или наши выпускники, они так и знали, что если он стоит в очереди, скажем, пятом, то зачем он приходит в 9 утра к началу экзамена, он совершенно спокойно приходил к 11 и сдавал свой экзамен. Точно так же мы будем работать и в этом году. Абсолютно то же самое. Студент будут знать примерно, когда, вернее, очередь их будет установлена, кто за кем выступает, как и было в прошлые годы. И студент может прийти либо в ту аудиторию, которая отведена под защиту выпускной квалификационной работы. Я говорю только о выпускных экзаменах, о выпускных квалификационных работах сейчас и о итоговой аттестации для госэкзаменов для выпускников. Все остальные пока что экзаменов мы планируем в режиме онлайна. Я имею в виду промежуточной сессии. Так вот, для защиты выпускной квалификационной работы студент будет знать, когда можно либо прийти в аудиторию, либо подсоединиться к команде Microsoft Teams. Ну, вы, наверное, тоже часто сталкивались с такими опасениями. Юмей, Катян, вот это имя или ник, не знаю, спрашивает. У некоторых ребят нет возможности включать видеотрансляцию. Что делать в таком случае? Прийти. А если он в Якутии? Вот тоже по имени тут. Вот как раз для этой категории мы и сделали. То есть мы максимально освободили студентов от возможности вот таким образом участвовать. Если было бы еще государственный экзамен был бы у студентов, им нужно было бы два раза включаться в видеорежим и так далее. Значит, здесь на один раз, но если они находятся в Якутии, ну, надо каким-то образом суметь подключиться. Кстати, видео не обязательно. Можно видео включить там на пять минут буквально, чтобы идентификация произошла, а дальше там уже все понятно, там дальше идет. Это тоже... Потому что такие возражения будут. Я не смог подключиться, у меня нет камеры. Или там... Сегодня, вы знаете, вот опыт по Microsoft Teams показывает, что самого простого смартфона, самого простого смартфона, который содержит видеокамеру, а все смартфоны содержат видеокамеру, сегодня достаточно вполне, чтобы подключиться и все сделать. Ну, на самом деле, мы с вами понимаем, что студенты, как молодые люди, вы с этого и начали разговор сегодня, вообще владеют хорошо этими технологиями и могут. И в то же время... Чисто формально могут сказать, не смогли. И студенты будут всегда искать повод, чтобы что-то не делать. Так что, да, все-таки улица с двусторонним движением, и преподаватели стараются, ну и студенты должны не забывать, что они все-таки учатся. Вот это бизнес онлайн, если я не ошибаюсь, тоже вопрос в чате журналистов пришел. Есть ли единые требования к проведению выпускных экзаменов дистанционно или преподаватель... Ну, это в контексте, видимо, платформы. Или преподаватель сам решает, как их проводить на образовательной платформе или по WhatsApp? По всей видимости, Microsoft Teams имеется в виду? У нас все экзамены, это прописано в нашем регламенте. Все экзамены проводятся и промежуточная аттестация, и итоговая аттестация проводятся с помощью платформы Microsoft Teams. Чтобы не было никаких вопросов, Казанский университет является корпоративным клиентом компании Microsoft, поэтому все программные продукты, в том числе Microsoft Teams, доступны для преподавателей и студентов Казанского университета в том объеме, в котором они необходимы. Для этого только достаточно использовать свой аккаунт в сети Казанского федерального университета. Мы работаем уже два месяца в этом режиме. Более 90% занятий проводятся с использованием платформы Microsoft Teams. Ну, 90% это ни о чем не говорит. Но чтобы все понимали, в день в Казанском университете проводятся более 3000 аудиторных занятий. Более 3000. Это означает, что где-то по 32700-2900 занятий ежедневно проходят с использованием платформы Microsoft Teams у нас. Поэтому никаких проблем за два месяца мы не обнаружили. Более того, мы вчера провели заседание ученого совета Казанского федерального университета с использованием этой платформы и использовали функции тайного голосования и все сработало замечательно. Так, вот если эту тему попытаться завершить, я думаю, на нее вопросы еще будут поступать, но не обессудьте. Мы все-таки не можем только о технических проблемах говорить. Но все-таки, если у студентов вовремя экзамена возникнут технические проблемы, сбой, будет ли попытка засчитана или ему придется пересдать в какой-то иной промежуток времени? Значит, ну, все зависит от того, какой произошел сбой. Отключилась связь, пропала. Да, конечно, значит, ну, мы предоставляется возможность совершенно еще раз сдать. То есть, ну, во-первых, значит, надо сказать следующее, что мы понимаем, что в внешней ситуации, это, кстати, и нам занятия показали, которые проводим режим онлайн, немножко время растягивается. То есть, час двадцати вот не хватает, как в аудитории, не хватает его для того, чтобы донести, растягивается. Поэтому мы будем проводить экзамены в режиме онлайн. И если мы раньше, скажем, тратили на группу из двенадцати человек там по всем нормативам столько-то времени, ну, легко там посчитать, там, примерно по полчаса, получается шесть часов, а не более шести часов, так, то, значит, мы, возможно, сделаем и два дня, и три дня для такой группы. То есть, это будет растянуто по времени, это раз будут дополнительные дни. И, во-вторых, для тех, кто не смог подключиться или там оборвалась связь, будут, конечно, резервные дни. Да, это большая нагрузка на преподавателей, большая нагрузка на студентов, но, кстати, это была еще одна из причин для того, чтобы нам минимизировать наши усилия, в том числе студентов, по проведению государственной итоговой аттестации. Почему мы, возвращаясь к первому вопросу, отменили государственный экзамен на ряде направлений подготовки? С тем, чтобы высвободить время для того, чтобы провести защиту выпускных квалификационных работ в том формате, как это полагается сделать. Чтобы все вопросы были сняты. Вот, по всей видимости, ну, преподаватели, я же говорю, немало, видимо, сегодня процент зрителей тоже составляют, они так внимательно следят за тем, что вы говорите, и просят уточнений. Вот я вижу в одном из информационных чатов регламент ГИА значит, не предусматривает никаких ПДФ на защите. Будут изменения в документе, тогда вот мы можем по нему работать. А сейчас Рособоронадзор нас может наказать. Коллеги, ну, слушайте... С ПДФу давайте разберемся. Коллеги, слушайте внимательно, пожалуйста. Еще раз повторю, студент, который защищает выпускную квалификационную работу, присылает файл для распечатки секретарю комиссии. Секретарь комиссии распечатывает файл и кладет его на стол около компьютера и говорит, вот выступает, сегодня сейчас защищает свою выпускную квалификационную работу студент Петров, вот его выпускная квалификационная работа с материалами этого работы. Вы можете ознакомиться в том файле, который присоединен к данной команде в программной среде Microsoft Teams. Преподаватели же тоже физически не все будут находиться в аудиториях. Они все должны ознакомиться с этим файлом. Ну, просто в корочке красиво не будет прошито. А так вот... Ну... Ну, это... Вот сейчас просто на меня обидится. Я чуть-чуть вот тему сверну, потому что есть еще, вот я вижу группы вопросов, они по разным совершенно сетям идут, связаны с экзаменами у других категорий обучающихся. Во-первых, магистранты спрашивают, а с экзаменами в магистратуре что будет? И вот Диньи Журавлев сейчас, здравствуйте, а планируется ли какие-либо изменения в вступительных экзаменах в аспирантуру? Смещение дат или нечто подобное? Как будут проводиться кандидатские экзамены у аспирантов? В общем, вот эта группа магистранты-эспиранты, давайте вот про них чуть-чуть. Вопросов тут много? Давайте с конца начнем, поскольку у аспирантов тоже есть государственный экзамен, да, и будут точно так же, вот все то же самое будет, как было в защите выпускной квалификационной работы или проведение государственного экзамена на тех направлениях подготовки, так и у которых предусмотрен как обязательная часть. То есть, это будет так называемый смешанный режим, о котором я говорил, аспиранты будут сдавать государственные экзамены, тоже комиссия, какая назначена в смешанном режиме, то есть у аспиранта есть право прийти в аудиторию и сдать экзамен, либо, если аспирант выехал, например, находится за пределами, не имеет возможности по каким-то причинам прийти, он будет в режиме онлайн. А вот у магистрантов, у них все сохраняется? У магистрантов, значит, коллеги, значит, ну, вы вчера все слышали, наверное, или частично, может, в новостях, слышали выступления и президента Российской Федерации, выступления министра науки и высшего образования Российской Федерации. Значит, по магистрантам мы изначально планировали прием документов в магистратуру, магистратуру с 20 июня по 25 июля, как было в прошлом году. Да. В этом году, в этом году, поскольку, возможно, будет задержка у нас, у других вузов, о чем сказал министр науки высшего образования Фольков, учебный год вузы закончат к середине июля. Было вчера так сказано. К середине июля. Поэтому, естественно, что, вы понимаете, вот, сроки вступительных экзаменов в магистратуру, в аспирантуру, они устанавливаются не каждым вузам по своему желанию. Они все устанавливаются совершенно регламентными. с распоряжениями Министерства науки высшего образования. Да, я уверен, что будет продлено все. Прием документов будет продлен. Мы понимаем, что если бакалавры получат свои дипломы, ну, скажем, 10 июля, они должны иметь время подать документы в магистратуру. Если магистранты получат свои документы 10 июля, они должны иметь время подать документы в аспирантуру. В аспирантуру у нас приемные экзамены были запланированы изначально на август месяц. В магистратуру мы, видимо, тоже эти экзамены просто расширим продлим. Но это, опять же, будет регулироваться теми нормативными распоряжениями, которые будут из Министерства науки высшего образования. Вы должны понимать, что система высшего образования единая. То есть бакалавры, закончившие, предположим, Томский университет, они имеют право приехать в магистратуру, в Казанский университет или поступать. То же самое касается аспирантура. Вступительные, подача документов всех будет только в электронном форме, в электронной форме. Через социальную систему я буду студентом КФУ. И все вступительные испытания будут проходить также в дистанционной форме. Но здесь мы будем использовать платформу Казанского университета для вступительных экзаменов. с работой которой можно ознакомиться на сайте приемной комиссии. Вообще говоря, мы на эти вопросы отвечали неделю назад уже во время прямого до вас. Достаточно подробный был разговор тогда. Но вот все равно с учетом тех корректив, которые были сделаны вчера мы вот Ну тем самым, я так понимаю, вы частично, не частично, в общем полностью ответили на один из вопросов, который сейчас видел тоже от наших коллег и СМИ. уложится ли Казанский федеральный университет в те сроки, которые вот обозначались вчера. Сроки будут установлены, я так понимаю, федеральным министерством и куда деваться уложится. Нет, естественно, мы уложимся. Мы, кстати, делаем, опять же, вот я еще раз хочу повторить. Вот мы мало об этом говорим. Университет делает все, чтобы пойти навстречу студентам. Сейчас много, я тоже смотрю социальные сети, много вопросов по поводу этих государственных экзаменов, там пусть сдают, муссируются, вопрос, зачем это сделали. А мы сделали просто-напросто для того, чтобы студенты имели возможность нормально подготовиться, нормально защитить выпускную квалификационную работу и с тем, чтобы разгрузить немножко вот этот поток непрерывного участия в итоговой аттестации для студентов. Там, где это возможно, мы разгрузили. Так же, как мы сделали, понимая, что студенты, которые находятся в режиме самоизоляции, они лишены возможности, скажем, подработки, лишены возможности получить, может быть, какие-то дополнительные средства для жизни. Мы организовали и раздачу продуктовых наборов. То есть, это практически никто в Российской Федерации, ни один университет, такого не делает. Ну и продуктовых наборов и вот общежития вы уже вспоминали. И, кстати, самоплата за обучение там, где не бюджетные места, тоже ведь в Казанском университете не самая высокая, надо сказать, стране. При том, что качество образования вполне федерального. Да, то есть, это вот скорее для абитуриентов очень важная информация, потому что сейчас все параметры будут просчитываться, когда будут выбирать вуз. Вот не очень понятный мне вопрос, может, вы его поймете. Елена Сошникова спрашивает, смогут ли преподаватели выставить автомат перед экзаменом или всем в равной мере нужно будет тянуть билет? Это, видимо, и про такие экзамены, и про такие, что ли? Да, это смеет. Я понимаю вопрос этот и значит, здесь никаких нет проблем. Дело в том, что я поясню, что такое автомат экзамен. Это не заряженный автомат, ничего вооруженного нет, если студент достаточно активно работал в течение семестра, выполнил все контрольные задания, которые полагалось, проявил себя, набрал определенное число баллов, то он имеет полное право получить экзамен, не сдавая его. Просто это означает следующее, что если вы хотите поставить студенту автомат, то значит, когда вы проводите экзамен в Microsoft Teams, вот у вас есть список группы, вы говорите, что вот такой-то студент получает экзамен за такую-то действительность набрав столько-то баллов, такой-то студент получает экзамен, все, они могут сегодня уже отключиться и не участвовать в этом экзамене. Я думаю, что с студентами вы заранее, и студенты сами знают, и вы заранее знаете, кто достоин получения экзаменов такого автомата. Никаких здесь ничего, нет изменений, нет, и никаких отмен, я тоже читал в соцсетях, что говорят, вот у нас преподаватели отменили все автоматы за неделю до, на такой уходил, слушал, нет, никаких отмен нет. Это все устанавливается рабочими программами дисциплины. А может переживать, знаете еще за что, я так вот домысливу сейчас, может быть об автомате думают про госэкзамен? Ну, госэкзамен никогда автоматом вот такого не было, может быть это имелось в виду, может по госу проще поставить автомат, мол, ну, у кого они будут, да, сохранены. не было никогда. Дело в том, что госэкзамен, ведь он, это есть экзамен по дисциплине, который студенты изучали когда-то, когда-то давно, либо междисциплинарный экзамен. Это автомат ставится по текущей ускоряемости, когда есть лекции, практические занятия, лабораторные занятия, вот комплекс студентов, если у себя все задания выполнены в течение семестра, пожалуйста. Кстати, поэтому мы и рекомендуем всем студентам активно работать в течение семестра, а не приходить на экзамен, хотя они имеют право прийти на экзамен и полный курс сдавать. Но это же большая работа, а лучше просто в течение семестра регулярно, методично работать, проходить контрольные точки, которые прописаны в рабочих программах дисциплин, и получить автомат никто. А правда вот утверждают, что это вот я думаю даже и для наших коллег и средств массовой информации будет интересно услышать, от вас утверждают, что с переходом на дистант, на дистанционную форму обучения посещаемость стала лучше, выше. Ну, во всяком случае, по тем проверочным данным, которые у нас есть сейчас, а мы мониторим посещаемость студентов ежедневно, да, действительно, эта посещаемость стала лучше. Это к вопросу, что надо хорошо работать в ходе семестра. Нет, а знаете, ну, даже вот я понимаю, почему так. Ну, представьте себе студенты, которые живут в общежитии, например, да, ну, лень ему в 8 утра вставать, ехать на занятия, а тут встал, включил телефон, лежа на кровать, участвуешь в занятиях, ну, удобно же. Ну, в общем, да. Ну, так что, это вполне объяснимый факт. А, кстати, вот у некоторых преподавателей есть еще такое опасение. Вот сейчас вы отмечали, что очень многие преподаватели, ну, достаточно хорошо вписались в дистанционный формат и очень интересно, активно, используя все инструменты, которые имеются у Microsoft Teams, например, в этом формате присутствуют. Ну, возникает обратная сторона медали. Вот сейчас это все записывается. Потом не возникнет ли ситуация, когда преподаватель-то и не сильно нужен будет. Проще студентам скомпоновать набор лекций данного преподавателя занятий и сказать, смотрите, он и так все хорошо говорит и делает, и показывает. Понимаете, коллеги, И преподавателям столько уже не нужно. Вообще работа преподавателя ведь не в том, чтобы 20 лет преподавать один, вернее, один предмет совершенно одинаково. Ну, это же фундаментальные научные, актуализации. Вы знаете, по фундаментальным наукам, по классическим наукам можно столько нового каждый месяц привносить. Поэтому здесь я не думаю, наоборот, мне кажется, это будет в помощь преподавателям. Потому что преподаватель может использовать теперь этот материал студентам, дав его на самостоятельную проработку, а во время занятий уже, наоборот, каким-то новым фактам посвятить эти занятия, обобщению, каким-то, может быть, творческим работам со студентами. То есть, мне кажется, наоборот, это плюс большой для преподавателя, то, что вот этот материал будет сохранен. Так, на часть вопросов, которые поступали чуть раньше, я сразу скажу, мы уже ответили за счет тех вопросов, которые поступают сейчас онлайн. Это связано вот и с бумажным вариантом. что подразумевается под частичной отменой ГОСОВ, спрашивали преподаватели. Это вы, я думаю... Никакой отмены в ГОСОВ. Частичной отменой ГОСОВ. Такого нет. Возможно, просто преподаватели слышали, что сейчас в Российской Федерации ряд университетов работает, работает, инициирована высшей школой экономики над федеральными образовательными стандартами четвертого поколения. И надо сказать, что Казанский университет также включен в эту работу. Мы являемся головным по разработке проектов ГОСОВ четвертого поколения по естественно-научному направлению и физико-математическим наукам. Мы свои предложения дали. Но, естественно, это только рамочные предложения, которые будут затем в специальной группе, которая, включая специалистов Минобранауки, Рособранадзора и университетов, будут разрабатывать этот ГОСОВ. Но это не ближайший год. Это немножко, да. Из будущего вопрос. По всей видимости. Как я и говорю, что в социальных сетях или на страничках увидели тут что-то, тут что-то, тут что-то, соединили и получилось что-то совершенно невыражаемое. Вот стали приходить вопросы, связанные опять с организацией экзаменов, какие отменены, какие нет. Рекомендуем пересмотреть наш сегодняшний стрим, потому что мы об этом уже подробно говорили. Это, видимо, те, кто сейчас к нам присоединяется. Я хочу сказать, все институты, абсолютно во всех директоратах институтов знают, какие экзамены отменены, госэкзамены. И студенты, если они что-то недопонимают, могут обратиться в директорат или в деканацию соответствующего института, и им дадут там полный ответ. Куратору своей группы в конце концов можно обратиться. И я еще хочу сказать для студентов, что если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, вот у нас налажен очень хороший контакт со старостами всех групп. Значит, я каждый семестр дважды вместе с проектором по социально-воспитательной работе уже видел, встречаюсь со старостами групп. Эти у нас традиционные встречи есть. Старосты знают мой электронный адрес, почты. Этот адрес есть, кстати, на сайте университета. Присылают мне вопросы. Я всегда на эти вопросы отвечаю. Буквально, чтобы не быть, голословно вчера мне одна из старост прислала такой вопрос по поводу перевода с одной формы обучения на другую. Я ей дал ответ. То есть, если какие-то есть вопросы, пожалуйста, старосты могут мне прислать. Почему я прошу 100 старосты? Там у нас есть с ними условленный такой формат общения, чтобы почта не попала в спам. Спама сейчас очень много. Там есть, они должны написать определенную фразу, чтобы почта не попала в спам. И мой фильтр сразу же на моем компьютере их отсортирует и я отвечу. Есть вопросы не в связи с экзаменами, но в связи с теми обстоятельствами, в которые попала сегодня система образования. Игорь Неконоров, он на всех площадках уже обозначился. Очень хочется, чтобы вы ему ответили. Здравствуйте, кто несет ответственность за проведение учебных практик? Какими нормативно-правовыми актами будет регламентироваться их проведение в сложившихся условиях? По практикам у нас всегда несет ответственность и университет, и принимающая организация. Я должен сказать, что в последний месяц мы получили ряд писем от организаций, которые отказались от проведения практик в этом году летом. Получили ряд писем от организаций, которые подтвердили свое намерение проводить практику. Значит, здесь всегда составляется трехсторонний договор на практику и соответствующая бумага, где расписывается студент, принимающая сторона и университет, как отправляющий на практику сторона. Мы отлично понимаем, что в условиях такой неопределенности по эпидемиологической ситуации возможно, что ряд летних практик не будет проведен. Тогда мы эти практики будем планировать к проведению в виде распределенной практики в течение следующего учебного года. Об этом я говорил много раз. Это касается и лабораторных занятий, которые невозможно было провести последние два месяца ввиду того, что университет закрыт для посещения студентами. Эти занятия в полной мере будут проведены в течение следующего семестра и, может быть, если там не хватит времени, за следующим семестром, то есть в течение учебного года. Спасибо. Продолжим тогда. Мы уже работаем почти час. И все-таки еще есть некоторые вопросы. Есть право тех, кто раньше проснулся, что называется, и их сформулировал. И тех, конечно, кто сейчас нам присоединяется, но все-таки я вот к тем, кто раньше. Они такие немножко и добрые, и подобрее, и все равно немаловажные. Как будет проходить вручение дипломов? Как пройти обходной лист и как забрать оригинал документов, которые отдавали при поступлении? Три как? Значит, ну, опять же, вот пока мы работаем в режиме, что доступ студентов в здание Казанского университета не разрешен, запрещен. Вручение дипломов мы всегда проводили в конце июня, в последних днях июня, в первых днях июля. Мы очень надеемся, что к тому времени обстановка будет более-менее нормализована. Но вы видите, вчера же президент обозначил и срок проведения единого государственного экзамена 29 июня. Поэтому вручение дипломов, возможно, мы не сможем собрать большой зал для торжественного вручения, возможно, мы будем частями собирать, например, отличников, мы прорабатываем такие вопросы. Но всегда студент сможет прийти в назначенное время в директорат института, в деканат института, получить свой диплом. Ну и, соответственно, там с обходным лицом решить все проблемы. С обходным лицом ведь это важно только для тех студентов, которые установят в общежитии. Но в общежитии это же не проблема его. А я же сейчас работает в общежитии. То есть, получит. Если вот, кстати, с общежитием, я вот тоже из разряда не сильно понял, но поэтому и адресу его к вам с удовольствием, когда можно выселиться из общежития. Не всегда, обычно спрашивают, как селиться, а выселиться. Я примерно понимаю, здесь о чем идет речь. Есть два момента. Первое. Договора на проживание в общежитиях у всех студентов заключены до 30 июня. Значит, если студент закончил, скажем, студент третьего курса, у него сессия закончилась 8 июня, то он без проблем может выехать и уехать там на каникулы, если у него нет практики, например. Я думаю, что этот вопрос, скорее всего, санициирован студентами, которые уехали на места своего проживания, даже в республике Татарстан, и сейчас хотят вернуться, забрать вещи и закрыть свои отношения с общежитием. Что называется, выселиться из общежития. Мы сейчас как раз это вопросы все прорабатываем с тем, что все-таки вещи, это и есть материальные ценности студентов. Этот вопрос находится на контроле департамента по молодежной политике, поскольку она занимается размещением студентов и заселением. Мы студентам уже всем сказали, возможно, здесь не дошло, что с 25, вот в промежуток с 25 по 31 мая на сайте департамента внешней политики, ой, молодежной политики будет опубликован полный регламент, как можно забрать свои вещи. Это не очень простой вопрос, поскольку вы понимаете, что это надо приехать, и тем, кто проживает, пожалуйста, выселяться можно в любое время, когда пожелают, до 30 июня они могут проживать. Вот будет неправильно, если мы не успеем в оставшиеся несколько минут все-таки вспомнить про еще иностранных студентов. Их тут разного типа, есть вопросы, часть из них я еще раз адресую всех к той прямой связи, к Инсталайф, который проходил недавно в КФУ с участием Дмитрия Альберча, секретаря приемной комиссии, там разъяснялись многие вопросы, которые вы сейчас задаете, но вот такой есть. Ускорят ли защиту ВКР для иностранных студентов в связи с отменой государственных экзаменов? Видимо, как раз тоже хотят выехать, что ли, пораньше, какие-то группы иностранных студентов? Да, мы этот вопрос тоже прорабатываем. Мы хотим, чтобы защита ВКР для иностранных студентов, если такая необходимость есть, она произошла в первые дни. Я же сказал, что вот там, где отменены госэкзамены у нас, у нас сейчас расписание немножечко поменяется, которое бы планировали. Расписание же мы составляем еще в марте месяце составили, расписание все. Сейчас это расписание немножко поменяем. Я сказал, что время защиты ВКР будет растянуто, но оно растянуто будет там, где возможно, немножечко на пораньше, а там, где это невозможно сделать, чуть-чуть на попозже. И поэтому иностранные студенты, я думаю, мы это отработаем, они должны просто в свои институты подать такие заявления, что просим, чтобы их защиты были проведены в первоочередном порядке с тем, чтобы уехать. Спасибо. Вот тут стали биологи спрашивать, медики и так далее. Что касается практику? Для студентов А, это ВКР, да, все. Да. А еще что-то? Нет, 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 нет. Я вот по поводу практик опять уточняю, что если практики нельзя проходить там дистанционно и так далее, об этом сейчас было сказано и еще раз адресую теперь уже к связи нашей сегодняшней, нашей сегодняшней встречи. Вот есть группа вопросов, которая связана с подготовительными курсами. Естественно, что в очной форме, они по всей видимости проходить не будут и тогда вот будут ли вообще там, где они проводились? Да, они сейчас разрабатываются подготовительные курсы для иностранных студентов. Можно ли надеяться, что они будут? Они есть, да, они у нас, и кстати, они были в прошлые годы у нас онлайн подготовительные курсы. То есть это на сайте приемной комиссии это не новое для... Нет, на сайте приемной комиссии это можно найти. Ну и давайте завершать. Вопросы поступают. Это все, конечно, очень хорошо, но всегда есть святое слово регламент. Мы же его сегодня часто повторяли, в том числе и временной регламент. Ну, вы знаете, вирус пришел не по регламенту. Да, и уйдет не по регламенту. Идет не по регламенту. И вы вчера тоже все отлично слышали, что правительство работает в точно такого же режиме. Никто не знал, что будет такая ситуация. Правительство принимает все решения, что называется на ходу. Вчера же было об этом сказано. Но это вы почти начали отвечать на вопрос, который я хотел в качестве завершающего вам сейчас сформулировать. Он и здесь приходит, и чуть раньше был сформулирован. Когда начнется учебный год? Мы очень надеемся и сделаем все возможное, чтобы учебный год начался 1 сентября. Как было вчера сказано, министром науки и высшего образования Российской Федерации. Мы планируем начало учебного года до 1 сентября. Включая первокурсников? Да, всех. То есть уже с учетом того, что будет произведен набор первокурсов? Это, возможно, не будет касаться иностранных студентов, которые по причине визы не смогут вовремя подъехать. Но для них онлайн будет год открыт. Кстати, для них вот этот формат будет тогда поддерживаться до момента физического возвращения. Да, конечно. Это тоже очень важно было ему услышать. Тут про это я вижу вопрос. Мы планируем, что вообще говоря, возможно так, что весь первый семестр нового учебного года страны-студенты будут учиться в режиме онлайн. Вполне возможно такой вариант. Ну что, дополнительную нагрузку на преподавателей, конечно. Ну я думаю, что здесь справятся преподаватели, тем более, что сейчас это все отработано. Спасибо вам. Очень непростое время, очень интересная, но непростая ситуация. В завершении, я думаю, что от вас какого-то ключевого посыла ждут сейчас и преподаватели, которые очень волнуются, нервничают, переживают, и студенты, которые с одной стороны радуются, а с другой стороны не меньше переживают. Ну я, значит, наверное, начну с известной всем поговорки «не так страшен черт, как его молюют». Вот мы на этом видим состояние психологии, психическое состояние человека, что вот ищется куча поводов внутренних, чтобы не начать делать что-то новое. Надо начать делать новое и решать эти проблемы. Я думаю, что вместе мы решим все проблемы. Спасибо вам и удачи. Спасибо. Спасибо всем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok